КОРЕЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ На каждом аншлаг. Все фильмы по традиции демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Гомельскому зрителю представили также биографический фильм «Дон Джу. Портрет поэта» и анимационную ленту «Дорога под названием Жизнь». Что в шкатулочке таится? Ответ на этот вопрос можно найти на выставке коллекции декоративно-прикладного искусства из фондов Музея Дворца Румянцевых и Паскевичей. Музыкальное дорожное для хранения ювелирных изделий и писем. Экспозиция демонстрирует шкатулки на любой вкус и погружает зрителей в волшебный мир красоты. Шкатулки и табакерки из семейного собрания семьи Паскевичей, которые сейчас хранятся в фондах Эрмитажа, представлены здесь на фотографиях. Самые различные размеры, формы, материалы, а также отделка. Внутри и снаружи эксклюзив. А как иначе, ручная работа. Красота нереальная, но современным девушкам остается лишь завидовать. Ну да, давайте с вами отправимся в соседний зал, там тоже открыли новую выставку. У нее лирическое название, я смотрю на старинное фото и времен не теряется связь. В экспозиции музейное собрание фотографий, посвященных гомельчанам. Начальный блок рассказывает о жителях дореволюционного Гомеля, затем десятилетия за десятилетием зритель наблюдает за изменениями во внешнем виде и даже взгляде гомельчан, вплоть до 90-х годов прошлого века. Здесь можно запросто найти своих родных или знакомых, отыскать здания, которые сохранились в Гомеле и сегодня, или увидеть старый город, на месте которого сейчас возведены многоэтажки, проложенные дороги и построены мосты. И небольшой анонс культурных событий недели предстоящей. 2 сентября в картинной галереи Гаврила Ващенко состоится открытие выставки дипломных работ выпускников Гомельского художественного колледжа. Там же 5 сентября презентуют экспозицию эпохального мастера Павла Пикассо «Параграфы». Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макеенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». Продолжение следует...